Калиниченко Николай Николаевич, архитектор. Тема выступления о Золотом веке. Существует такое понятие Золотой век, как бы он когда-то был, но что такое никто не говорит. Понимает это как будто это время, когда людям жилось хорошо. А когда хорошо? И что значит хорошо? Так вот, ответ находится в слове Золото. Золото – русское слово, но что оно значит, русские не знают. Ну так сложилось, у нас такая наука лингвистика, она не русская, поэтому все, что по-русски, для лингвистики это тайно за семью печатать. Поэтому она не может сказать, что такое золото. А это очень интересно. Дело в том, что золото не валяется ж нигде, да? Это очень легкий металл. Поэтому, как оно появилось, это название, непонятно. Всего, если его нигде нету, да? Так вот, оказывается, что первоначалые звали золотом не золото. Если прочитать золото наоборот, причем вместо О-У, дело в том, что эти два звука, вот лингвисты этого не знают, а они равнозначны, и их раньше не различали. Поэтому на Украине есть две речки. Одна называется Западный Бух, а другая Южный Бух. А раньше на картах писали не Бух, а Бог. Потому что Бог и Бух – это одно и то же. И это вода, раньше так называлось. То же самое и если золото прочитать наоборот, и с буквой У, то получится Тулуза. Тулуза – это город во Франции, да, на берегу Атлантического океана. И непонятно, что это там русское слово, да, золото, только наоборот, и вдруг во Франции. Ну, это не случайно. Значит, на самом деле, его надо еще чуть-чуть по-другому произнести, чтобы понятно, по-русски. На самом деле, правильно, Телеса. Тулуза – это Телеса, правильно. И золото – это Телеса. И если взять, вспомнить картину Серебряковой, начало XX века, была такая художница Серебрякова, у нее есть картина «В бане». А на этой картине изображены женщины, русские женщины, которые моются. Действительно, они все одноженные. Так они все золотые. У них, оказывается, у русских женщин Телеса золотые. А вот так. Ну, золотистые. Мы говорим, мы белые. Нет, мы золотистые, на самом деле, все. Если посмотрите, поджарится чуть-чуть на солнышке. Это красивый такой золотистый цвет. У нас у Телеса. Да. Где же мы были? Телеса золотистым цветом. Да, да, да. Вот такие. Поджары. Да. Масландский золотистый. Ну, вот еще. Вот это. Вот она это нарисовала. И на самом деле, действительно, поэтому не случайно, мама говорит своим детям, ах ты моя золотца. На самом деле, это ты моя тельца. Вот это правильно, тельца. Это же ее тельца. Из нее же вышло, да? Это ее тельца, но она говорит, золотца. И сегодня уже люди не понимают, что тельца и золотца это одно и то же. И первоначально золотом называли людей. А золотой век, это век матери. Матерей. Понимаете? Вот когда было нам всем хорошо. Когда правили матери. А почему у нас плохо? Потому что правят отцы. Вот сейчас. Чем это плохо? Потому что отцы все время воюют. Им все время доминировать надо. То, о чем мы выглядели сейчас, да? Им надо доминировать. Надо всем дать по морде. Всех надо завоевать. Всех надо построить. Это мужики такие. Женщины другие. И поэтому, если вспомнить этих обезьян, шимпанзе и банор. Шимпанзе – это звери на самом деле. Хоть и самые умные приматы, да? Но они звери. У них даже каннибализм есть. То есть они могут сожрать и своего. Разлиться, разоргут и сидя. А, это самое. И если они видят мартышку, то считайте, они ее съели. Потому что это самые хорошие охотники. Они охотятся организованно. У них все рассчитано. Часть идет низом. Часть идет верхом по ветвью. Гонят ее. А другие загоняют ее. И в конце концов ее ловят и съедают. А что делают банор? Вот эти вот. Это тоже шимпанзе. Только у них правят самки. Если у обычных шимпанзе самцы правят, то у банор самки. Что они делают с мартышками? Они их тоже ловят. Но играют ими как котятами. И потом отпускают. Они их не едят. А тело по нему сожгутся до области. Потому что они, как и мы, всеядные. Вот. Ну, вот разница между тем, кто... Когда правят. Так вот, есть такое русское слово «хорошо». «Хорошо» – это как? Оказывается, что слово «хорошо» происходит от древнерусского слова «хорс». «Хорс». Это древнее название солнца. Древнерусское название. Но что оно значит? Слово «хорс». Вы будете смеяться, но современное слово «солнце» – это перевод слова «хорс» на современную русскую речь. А само слово «хорс» буквально означает «харес се». Ну, «эс» – это «се» означает. То есть «есть». Это «есть». А «хор» – это «харе». То есть «лицо». То есть «хорс» и на древнерусском – это «лицо», и на современном. Только на современном – это «се лице», «солнце». Или «се ниц». Ну, потому что это… То есть два названия в одном слове. «Солнце». У нас и «эл» там есть. И «се лице», и «се ниц». «Ниц» – это тоже лицо. Только древнее. Более древнее. И действительно, что за лицо? Действительно, если посмотрите на лицо, на солнце оно же круглое, да? Это же как лицо. Как у женщины. Как женское лицо. Как лицо матери. Поэтому и у него, точно так же, как вода, та же дева, да? Точно так же и солнце – это лицо матери. Вот. У русских женщины круглолицые. Вот. И поэтому, когда светит солнце, нам тепло и светло. То есть хорошо. Слово «хорошо» происходит от слова «хорс». То есть, ну, древнее название солнца. Вот. А хорошо нам так же, не только когда светит солнце, когда рядом мама. Особенно, когда мы маленькие. Поэтому «золотой век» – это век, когда человечеству было хорошо. А хорошо было потому, что правили и владели всеми нами матери. Вот. А «железный век», о котором сейчас веды говорят, это страх и ужас. То, что мы сейчас имеем в виду. Это вот время, когда человечеству грозит уничтожением. На самом деле. Самоликвидация. Самоликвидация, да. Вот такие вещи. И еще говорят, что сейчас начинается бриллиантовая юга. Сатья юга, ну, сначала бриллиантовая юга будет. И будет как раз женщина править. Ну, это хорошо. Она уже есть. Ну, хорошо. Брагиня-мать будет, да? Да. Она будет управиться нечеловечным. Но я думаю, что это не сейчас, конечно. Дело в том, что не случайно. Это самый развитый на Земле народ. И самый, на самом деле, он был бы самый многочисленный, если бы не было двух мировых войн на территории России. Это русский народ. Конечно. Знаете, сколько может женщина одна родить за свои детей? Много. Сколько? 16 человек. Не больше. Минимум раньше, когда семьи были. Вот. 16 детей. Одна женщина, имя которой не сохранилось, потому что в Иссуе записано было, что жена какого-то крестьянина, она родила 68 детей. Чудно. Аклодируется. Из них 64 выжила. Вот это самое интересное. То есть умерло только четверо. Ну. Аклодируется, а можно секундочку как-то скажу. Вот вы говорите, ОС – это Солнце, да? Это прекрасно все. Но тут пошла какая-то информация проходила, что в университетах у нас живут русские люди. И они говорят, там женщина, ну что-то приехал после, журналисты, приехал. Она говорит, вот цветок вот сейчас возьму, ну на окошке стоял, тепло, и вынесу его на Русь. На Русь. То есть Русь. Они потом смеялись долго над этим, которого я не знал, когда Костя приехал в журналист. Почему? Потому что он, оказывается, не понимает, а для них это как дышать. Русь – это есть Солнце, солнечный свет. Представляете? Вот вы видите русские люди. Это солнечные люди. Нет, нет, неправильно. По-русски. Русь, если произнести его как дети. А ведь дело в том, что дети… Почему говорят по-детски? Потому что они развиваются. Почему я поступаю против Александра Ивановича? Потому что он ставит крест на это, на развитие. И поэтому многие вещи он не может понять, просто понять. И на многие вопросы не может ответить. То, что я сейчас вам рассказывал, он этого не может. И более того, и все, кто отрицает развитие… Не, бывает, что он против слова эволюции, но не против развития. Так в этом все дело, что это одно и то же. Только на разное. Ну вот это… Эволюция? Так вот, посмотреть на слово «русь» в развитии, это посмотреть, как говорят дети. То есть первоначально оно звучало… Вот дети, они повторяют в своем развитии, повторяют развитие своего народа. И поэтому детская речь, она показывает, какой речь была народом в древности. Так вот, Русь, знаете, как звучало? По древности. Лес. Очень может быть. Р переходишь. Дети вначале не могут сказать «Р». Некоторые. Не все, конечно, но некоторые. У меня три сестры, только одна не могла сказать «Р». Я ее научил. Говорит Эл. И знаете, как я научил? Ну, я пытался традиционно, скажи, трактор, там, артиллерия, там, еще что-нибудь. В конце, когда мне надоело, говорю, ах ты морда. Она говорит, ах ты морда. Да, как вылез. И все. И вы получили. Спасибо. Так вот, Русь. Почему лес? Лес. Потому что много. Лес растет. Лес растет. А лес, наоборот, это сила. Понимаете? И село. Понятно? Что такое Русь? Это сила и село, а не солнце какая-то, свет, там всякая фигня. Выйти, вынести на улицу, это не на солнце, не на свежий воздух. Это на Русь. Это значит, на люди, к людям. Славяне водили хороводы, это поедет солнце. А? Хороводы водили солнечные как-то. Ну, потому что солнце было хорс. Харик. Харик. Хор. Хоровод. Водили круг. Хор. А солнце – это лицо. Ярила – это уже мужское название. Неужели вы не замечаете? Вот тут надо понять одно, что первоначалом был золотой век. Там правили женщины, и там речь была женская. Азбука – это же звука малая. Письменность появилась при женщине. От матери все идет. А все остальное, что мужское, оно появилось позже. Оно появилось позже. Мать же без отца не может быть, правильно? Но я вам скажу, дело в том, что… Боб опять же есть? Дело в том, что… Боб опять же есть? Я делаю в том, что… Непорочное зачатие. Да. Откуда взялось непорочное зачатие? Партина Генезия. Да, да. Откуда взялось непорочное зачатие? Так, ну что мы… До XVII века люди не знали, для чего дети бывают. Понимаете, чем я? И почему это видно? Я, как архитектор, это могу вам сказать. Вот смотрите. У нас церковь, да? Не случайно женского рода церковь. Почему женского рода? Храм, первоначально храм. Да? Церковь – это храм. Храм мужского рода. Храм мужского рода. Но храм – это хранилище. Чего? Усопших. Русский чем отличается от всех остальных? Кстати, я вам так и не сказал, что Русь – это не только село. То есть славяне были оседленным народом, да? Вот. Раньше всех остальных народов. Вот. Но Русь – не случайно по-английски «Раша». Чем таем «Раша» наоборот, получаем шар. Земной шар. Поэтому русские – это земляне. И только один народ на земле называет себя так. Земляне. Мы земляне. Все остальное – это шантропа. Неизвестно откуда, кто и так далее. Понятно? Что такое Русь? А вы говорите «Солнце». Причем тут солнце? Солнце – это нормально. Поэтому… У вас солнечная энергия была. Так. Ну все, да, Николай Николаевич? Спасибо. Нет, что-то я чего-то. Ну все, все. Вы как-то… Солнечная энергия была.